Я решила сделать эфир, потому что поняла, что эта тема актуальна для многих. Девочка мне пишет, почему мой внутренний голос всё время меня подводит. Я чувствую, что вроде бы всё будет хорошо, но выходит наоборот, разочарование. Почему так происходит? Я бы хотела, чтобы мы сегодня разобрались именно с этой темой, потому что внутренний критик очень часто стопорит и блокирует какое-то наше начинание, какую-то нашу веру в успех. Сейчас, секундочку. Давайте разбираться. Всем привет, добро пожаловать. Вот тема у нас «Внутренний критик», и сегодня попробуем проработать эту тему. Я думаю, что у нас должно хорошо получиться. Смотрите. У каждого человека есть внутреннее «Я», внутренняя личность. Это внутренний ребёнок, внутренний взрослый и внутренний родитель. Внутренний родитель – это тот человек внутри нас, который нас всё время журит, который нас ругает, который нас всё время в чём-то отчитывает. Родитель – это тот внутренний персонаж, который нас всё время подвергает сомнению. В этот момент, если внутренний критик включает свой голос, то мы превращаемся в ребёнка, во внутреннего ребёнка. Самая правильная позиция между «Я ребёнок», «Я взрослый», «Я родитель» – это «Я взрослый». Почему? Потому что взрослый, он имеет адекватную самооценку, он имеет адекватный взгляд на этот мир, и у него никаких сомнений не возникает в том, что я что-то делаю неправильно. Потому что он взрослый, он уже в позиции «Я окей», родитель тоже в позиции «Я окей». Но родитель даёт себе право поучать, журить, гнобить, обижать, унижать. И иногда внутренний родитель подавляет настолько взрослого, что наша личность, наша самость не может проявиться. Откуда вообще это идёт? У всех есть детско-родительские отношения. Даже те люди, которые росли в интернате, или они, допустим, усыновлённые, удочерённые, или у них приёмные родители, или они росли с бабушками и дедушками, да? У всех есть пример детско-родительских отношений. Если это, допустим, люди, которые выросли в интернате, то у них это педагог или воспитатель в этом образовательном учреждении, да? Если это папа-мама, то, соответственно, внутренний родитель – это один из. Это либо папа, либо мама. Если это, например, кто-то со школы, то это либо учитель, либо физрук, либо какой-то старший, очень такой старший, влиятельный, важный друг, старшеклассник, который имел в нашем детстве очень большую для нас значимость. Со временем, когда мы вырастаем, этот внутренний голос превращается в нашего внутреннего критика. И тот, кто в детстве для нас являлся авторитетом, он продолжает нам транслировать своё видение в этой жизни, он продолжает нас поучать, он продолжает нас журить, он продолжает нас гнобить, обижать, диктовать, унижать. Я думаю, каждый человек сталкивался с ситуацией, когда, например, ты хочешь что-то сделать, да? Но тебе не хватает силы духа, тебе не хватает уверенности, тебе не хватает мотивации, стимула. Тебе не хватает какого-то толчка, чтобы ты осмелился это сделать. У всех же было такое. Кстати, если у вас есть вопросы по поводу вашего внутреннего голоса, который мешает вам жить, который вас всё время ругает и гнобит, пишите, я после эфира, после вот этого лекционного материала, я обязательно вернусь к вашим вопросам, их зачитаю и постараюсь ответить. Так, о чём мы говорили? Внутренний критик. В детстве всегда был человек, который нас ругал. Во взрослом состоянии он переходит в наш внутренний голос. И всё, что мы делаем, да, волшебного пенька, и всё, что мы делаем, мы имеем оценочное суждение этого внутреннего критика. Вот мы хотим, допустим, приготовить какую-то еду. Он нам говорит, ты недостаточно хорошо приготовила, или ты недостаточно много, или ты недостаточно мало, или мы делаем какой-то проект. Он нам обязательно говорит, ну вот ты, конечно, хорошо сделала, ты справилась, но надо было ещё доделать вот это. Ну надо было ещё, и он постоянно, этот внутренний критик не даёт нам спокойно принимать себя. Он всё время подвергает сомнению наши внешние действия, он всё время пытается нас норовоучить. Этот внутренний критик возникает из нашего неуверенного состояния. Если у человека самооценка где-то заниженная, где-то он сомневается в своих достижениях, сомневается в своих действиях, то внутренний критик обязательно всегда будет активировать его вот это состояние неуверенности. Давайте, я думаю, вы примерно поняли, что значит вот этот внутренний голос, откуда он берётся. В моём случае это мой любимый папа, конечно же. Он мне всегда говорит, что я делаю не так, что я делаю недостаточно хорошо, что я делаю мало, что я делаю много. В вашем случае это может быть бабушка, или там тётя, или соседка, или учительница. Это не столь важно. Важно то, откуда он берётся и каким образом нам с ним взаимодействовать. Внутренний критик всегда, всегда пытается подорвать нашу самооценку. Но вы же понимаете, что это надуманный персонаж, который существует у вас в мозгу, который вас заставляет что-то делать, который вами управляет, который делает с вами то, что вы, например, не хотели бы делать. Добрый вечер, всех приветствую. И с этим внутренним критиком очень сложно бороться самому. Он всегда обеспечивает, ругает, принижает, обнуляет, стыдит. Это такой внутренний родитель, обращённый сам к себе, к самому себе. Эта фигура всегда создаёт у нас самоощущение, ты плохой, ты недостаточно хорош, ты не соответствуешь моим ожиданиям, ты всё делаешь не так. Ты неудачник. Другие вон какие, а ты, там, как тебе не стыдно. И так далее, да, у кого есть свои примеры обращения с собой, внутреннего критика. Кто себя любит поругать, кто себя любит пожурить. Ставьте плюсики, пишите, как вы себя ругаете, как вы себя гнобите. Этот персонаж всегда найдёт к чему придраться, ему всегда всё не то, всё не так. Вот вопрос, почему возникает сомнение в достижениях, если ты считаешь себя уверенным человеком? Как ему отвечать здесь и сейчас? Есть ли приёмы? Безусловно, приёмы есть, после тематического материала я вам по пунктам изложу алгоритм действий. Спасибо за вопрос. Да, видите, девочки, существует внутренний критик, спасибо за плюсики, спасибо за сердечки, вижу. Это такая критическая фигура, к которой мы, в принципе, не привыкли. Мы же не привыкли работать с собой, со своим внутренним голосом, мы не умеем договариваться с собой, да, мы там, кто-то нас журит в голове, мы даже не прислушиваемся, не думаем о том, я критик ужасный, сделаю ошибку, потом грызу себя изнутри. Да, девочки, в основном все такие, вы такая не одна, да, сейчас мы будем с этим работать. Также этот критик ещё любит говорить, посмотри на себя, на кого ты похож, ты не идеальный, ты недостаточно хорош, вон там, посмотри на Марию, она вся такая, а ты? Добрый вечер, добрый вечер, добро пожаловать. Откуда берётся этот суровый голос изнутри, вы уже поняли, это родительские установки, типа хорошие девочки так не поступают, хорошие девочки шортики не носят, хорошие девочки с мальчиками не дружат. Ну и всякая такая ерунда, которую нам навязывают взрослые, исходя из своих травм, из своих внутренних чувств и из своих детско-родительских отношений, из своего опыта. Мы это, естественно, перенимаем на себя, хотя это ошибочное суждение, к нам это не имеет отношения, это их опыт, их видение, их суждение, это не про нас, это про них, но мы это перенимаем на себя, да. У меня папа всегда там говорил, это вызывающе, это броско, тебе надо похудеть или ещё что-то, и до сих пор этот внутренний голос, он всегда присутствует, и он всегда мне там что-то внутри говорит и мешает мне действовать согласно моему внутреннему миру и моим позывам. Хорошие девочки сидят дома, вот именно, точно. Опять с интернетом проблема, да что ж такое, а? Девочки, напишите, пожалуйста, меня слышно, видно и переносим на своих детей, сто процентов. Кто меня видит, слышит, чувствует, хорошие девочки на дороге не валяются, они валяются на диване, шикарно, да-да-да-да-да, это всё наши родители, нам, сохраните эфир, сохраню, милая, обязательно. Это родители нас так ограждают, они нас так остерегают от этого опасного мира, обезопасивают. Слышно хорошо, видно хорошо, благодарю. Также, помимо, откуда берётся внутренний критик, да, помимо родительских установок, это обязательно социум, общество, школа, детские сады, университеты, семья, нам обязательно навязывают своё мнение, своё видение, и обязательно, как мы должны действовать в этот момент, как мы должны в этой ситуации поступить. Ну, давай я тебе причиню добро, ну, давай я тебя полюблю собой, а нам, из-за того, что мы как-то все воспитанные, нам вроде как неудобно, мы отказать. Да, школа вообще жесть, согласна, работает интернет, спасибо. Всё нормально, у меня у самой интернет плохой. Ну, да, потом посмотрите в записи, ничего страшного. Школа очень много навязывает, и у ребёнка постоянно появляются какие-то убеждения, какие-то стереотипы, он начинает стереотипно мыслить, у него появляется вот это стереотипное мышление, он гоняется за модой, за крутизной, за тем, как хорошо было бы сделать с позицией, допустим, его класса или одноклассника. То есть мы постоянно стараемся соответствовать чьим-то ожиданиям, чьим-то планкам, чьим-то нормам, которые к нам не имеют отношения. То есть мы иногда плюём на себя, на свою душу, на свои потребности, на свои желания, дабы выполнить условия вот этого вот несуществующего персонажа, которого мы сами себе придумали и надумали. Ещё очень много навязывает своих стереотипных форм установок убеждений религия, да, община, традиции, культура. Мы очень много перенимаем оттуда, что можно, что нельзя, что правильно, что хорошо, что плохо. И у нас в голове просто каша, мы не понимаем, а чего я-то хочу, а мои потребности какие, а если я сделаю так, я буду в гармонии с собой или нет. То есть мы постоянно стараемся соответствовать кому-то, чему-то, чему-то голосу, но никак не слушаем в этот момент себя и свои потребности. Кто ещё может быть внутренним критиком, да, это начальник, старший брат, то есть какая-то значимая личность, какая-то привет, какая-то очень важная для нас личность. Ещё есть всякие родовые программы, о которых вы сейчас писали. В нашей семье не принято смотреть мужчине в глаза, на танцы ходят только проститутки. Ты что, поёшь микрофон? Как тебе не стыдно? На тебя же мужчины смотрят. То есть вот такие ещё моменты. Здравствуйте, я с Казахстана, город семей. Добро пожаловать. У нас тема внутреннего критика. Мы говорим о том, какие установки нам навязывают общество, социум, взрослые родители, и как мы не можем в своём сегодняшнем состоянии с ними справиться, и как с ними справляться. Если у вас есть какие-то такие установки, пишите, всем интересно, мы тут обмениваемся опытом. Также внутренним критиком могут быть травмы, нанесённые нам людьми в прошлом. То есть иногда внутренний критик разговаривает с нами из какой-то травмы. То есть если человеку нанесена травма жертвы, или травма контролёра, или травма покинутого, то он из этой травмы будет транслировать внутренним голосом то поведение, которое он хочет от нас получить. Но вы должны понимать, дорогие мои, это всего лишь договорённость с собой, это всего лишь самодисциплина. Здесь не нужно там ходить к психиатру, пить какие-то таблетки, антидепрессанты. Нет, нет, я не про галлюцинации, не про шизофрению, нет. Я говорю о том, что у нас есть навязанные кем-то установки, которые сейчас мешают нам жить, двигаться вперёд и реализовывать себя в социуме, идти к своему успеху. Из-за того, что кто-то когда-то что-то нам сказал, и вот мы с этим грузом прошлого так и идём по жизни, так со своим этим чемоданчиком в три тонны, так и тянем его. Ну как, это ж наш привычный любимый чемоданчик, куда без него, да? Мы говорим сейчас об этом. В том числе предательство близких людей, да, это тоже травма, нанесённая травма предательства, и из этой травмы мы тоже можем как-то себя транслировать и о чём-то думать неправильном. Предательство друга или любимого человека. Травма жертвы меня не отпускает 15 лет, было нападение. О май гад, травму жертвы надо прорабатывать, потому что это терапия, потому что травма жертвы, особенно если было нападение, она имеет телесную память, из тела надо это вытаскивать, выносить. Травма жертвы, как она прорабатывается, да? Ну это когнитивная терапия, эмоционально-образная терапия, работа с установками. Ну я вам так, может быть вы сориентируетесь, дам лёгкий совет. Работа с блокирующими установками, работа с самооценкой, работа с любовью к себе и вытянуть свою уверенность на тот уровень, что я сильнее, то есть побороть свои страхи. Ну если у вас получится самостоятельная работа, вот по этому алгоритму, вы отпустите свою травму. Но зачастую это сложно сделать самой, иногда требуется сопровождение специалиста. Так, вернёмся к нашему внутреннему критику. Что ещё служит внутренним критикам? Вот сейчас о чём вы говорили, это собственный негативный опыт. То есть, например, в нашей жизни была какая-то ситуация, которая нанесла нам какое-то неприятное ощущение, какой-то осадок, и мы уже переносим этот опыт на все ситуации, которые происходят у нас здесь сейчас сегодня. То есть, например, один раз я обжёгся на молоке, и я постоянно дую на воду. Есть такая пословица, вы же знаете, да? И это происходит не потому, что вода может нас обжечь, а потому, что есть травмированный негативный опыт из определённой ситуации в прошлом. И мы, например, у нас была авария, и мы боимся садиться за руль, да? И мы переносим этот опыт на сегодняшний момент. Хотя это неправильно. Это не факт, что это повторится. Но если мы будем постоянно это прокручивать в голове, как персонаж внутреннего критика, конечно, мы своими мыслями, своей энергией вложены туда. Мы притянем эту ситуацию. Так, мне всё время самооценка низкая с детства внушали, что другие дети лучше, быстрее, сильнее, а ты нет, сиди ровно. Вы знаете, 80% случаев детей растут вот таким образом. Наши родители, они тоже, их нельзя осуждать, их надо благодарить, прощать. Тогда не было психологов и всех этих умностей, которые есть сейчас. И наши родители тогда не знали, как надо и как правильно, как нам не навредить, а как наоборот нам помочь. И они думали, что если они скажут, что Тимофей лучше, чем Фёдор, то Фёдор быстренько возьмёт себя в руки и пробежит дистанцию 100 метров за 5 секунд. Хотя всегда это было 50 секунд, да? Наши родители это делали нам во благо. То есть они хотели причинить нам добро, они хотели нам показать, как лучше, как правильнее, да? И, конечно, наша самооценка падала, но не нужно их в этом винить, нужно их за это благодарить, потому что благодаря им в нас есть силы работать над собой, становиться лучше, чем они, и делать лучше своих детей. Мне всё время кажется, что всё не, но выходит. К сожалению, он меня подводит. Простите, не поняла вопрос. Мне всё время кажется, что всё не выходит. К сожалению, он меня подводит. А, внутренний критик вас подводит, и всё не выходит. Да, с внутренним критиком надо разговаривать, ему надо, его надо побеждать, ему надо объяснять. Я вам дам чуть-чуть позже техники. Значит, как мы работаем с внутренним критиком? Первоначально что мы делаем? Мы признаём себе, что такой персонаж в нашей голове существует. Мы не сумасшедшие, всё нормально. У каждого человека, конечно, эфир я сохраню. Более того, я выложу его в YouTube-канал, и все мои эфиры хранятся в моём YouTube-канале. Скоро я сделаю ссылочку в шапке профиля, и вы сможете все мои эфиры пересматривать, записывать, прорабатывать. Для этого я их и делаю. Информация очень полезная, может быть, не столько интересная, сколько несёт большую вам пользу, и мне было бы жалко её просто оставлять на сутки и удалять. Важно осознать причины, отследить причины и устранить причины. То есть одно понимание осознания уже даёт 50% результата, уже даёт 50% решения вот этого вопроса. То есть вы уже понимаете, что есть внутренний голос, с которым иногда вы не справляетесь. Иногда он очень даже ничего, иногда он нас хвалит, иногда он нам говорит добрые слова, это хорошо, но иногда мы с ним не справляемся, и нам нужно понимать, как с ним действовать в момент, когда мы с ним не справляемся. Значит, внутренний голос гласит, ты должен, ты должен, ты должен соответствовать, ты должен сделать, ты должен это, ты должен то. Первый момент, который мы прорабатываем, мы трансформируем фразу «ты должен» на «мне хотелось бы». То есть, когда вы слышите внутри себя, вот подходите к зеркалу, да, и слышите, вот ты должна весить 55 килограмм, предположим, вы себе говорите, мне хотелось бы весить 55 килограмм, и я приложу все усилия, чтобы соответствовать своим ожиданиям, чтобы достичь успеха в этом вопросе. Я приложу все усилия, чтобы получить наилучший результат в этой сфере. «Меняем ты должен» на «мне хотелось бы». Понятно, да? Это, опять же, договоренность с собой, это только самодисциплина, это не какая-то там сверхфилософия, экстрасенсорика. Нет. То есть, фразу «ты должен» там соответствовать идеалу, «меняем» на «мне хотелось бы». Что это делает? Это снимает важность и значимость вот этого вот повествования. Снимает. То есть, «мне хотелось бы» – это более облегченная версия, это более приятная версия. «Хотелось бы тебе легче это воплотить в жизнь, чем ты должен». Понятно, да? Второй момент. Если я в своей жизни что-то сделал не так, это не означает, что я плохой. Это не означает, что я нехороший. Потому что... И перечисляем. Потому что я... Например, если я... Привет, привет. Если я приготовила невкусный пирог, это не означает, что я плохая хозяйка. Потому что я регулярно готовлю, регулярно вкусно готовлю, разбираюсь в рецептах. Ну, это очень примитивный пример, да? Ну, давайте ещё что-нибудь. Какой пример ещё? Если я недостаточно хорош в какой-то сфере. Если я сделал что-то не так... Приведите мне пример. Например, если я... Не идёт ничего в голову. Что я сделал не так? Если я... Ну, предположим, в моём случае, да? Не выкладываю посты в ленту ежедневно. Это не значит, что я плохой специалист. Потому что я реально училась 15 лет. У меня два высших образования. У меня более 200 прочитанных книг. И более 70 тренингов за плечами. То есть, понимаете, да? Ставим противовес своему. Если я что-то сделал не так, это не значит, что я плохой. Потому что... И говорим о своих преимуществах. Если я опоздал на встречу, это не означает, что я плохой. Потому что до этого 10 раз я на встречу приезжал вовремя. Или потому что я красивая. Мне иногда можно на встречу опаздывать. Чтобы меня ждали. Смотри, какая встреча. Иногда на встрече нужно опаздывать. Чтобы люди включались эмоциями. Думали о нас и ждали нас. Дружила с подругой 17 лет. Поссорились из-за наговора. Прорыдала 3 дня. Но потом сама себя уговорила, что я хорошая. И все отпустила этого человека в свободное плавание. Мне теперь стало очень легко. Таня Титова. Вы моя умница. Это правильный подход. Это договоренность с собой. Я люблю, когда люди умеют договариваться с собой. Это показывает ваш уровень. Третий пункт. Необходимо выявить, какая потребность стоит за внутренним критиком и удовлетворить ее. Если за внутренним критиком стоит потребность в безопасности, например, внутренний критик говорит, так, не общайся с мужчинами, им всем от тебя нужно только одно. Что внутренний критик? Что он пытается мне донести? Он меня пытается оградить от негативного опыта. Он меня пытается оградить от плохих мужчин. Или, когда за рулем едешь, сильно на газ не нажимай. Что он пытается сделать, внутренний критик? Оградить меня от аварий. То есть за внутренним критиком всегда стоит какая-то потребность, которую мы должны закрыть. Если мы эту потребность закрываем, у внутреннего критика нет необходимости нас гнобить. Четвертый момент. Разрешайте себе быть собой. Позволяйте себе. Будьте в позволении. Не осуждайте. То есть свои недостатки надо принимать. Да, это правда. Но вы себе можете сами расширить эту свою разрешительную систему. Сами себе позволить то, что вы сами себе не позволяете. Например, если вы раньше никогда не ходили в шортах, а вам очень хочется, в моем случае это были и шорты, и лосины, вы сами себе разрешаете. То есть внутренний критик там орет, визжит. Ты что? Тебе третий десяток. Ты одела шорты. Ты что, малолетка? Или ты одела лосины. Ты обтянула свою попу аппетитную. На тебя же будут смотреть мужчины вожделенным взглядом. Ты проститутка. В этот момент ты говоришь внутреннему критику своему. Окей, я разрешаю себе быть такой. Я себе позволяю быть такой. И когда мы признаем, да, возможно, у меня там аппетитная попа. Ну и что? У других и такой нет. Договариваемся сами с собой, позволяем себе быть собой, признаем свои недостатки. А самый интересный момент, знаете какой? Что понравилось, да, про попу? Я тоже люблю эту тему. Кстати, с лосинами это прям отдельная тема. Я очень долго не могла позволить себе их одеть. Именно лосины, вот знаете, лосины и маечка обтягивающие. Ну что прям, прям все видно, да, формы. И это, конечно, было преодоление себя несколько раз подряд просто. Что я хотела сказать? Каждый раз, признавая свои недостатки, мы их уменьшаем. То есть говоря о том, что, ну да, сейчас у меня вес такой, о котором я не совсем мечтала. Но я обязательно приложу все усилия, чтобы достичь того веса, который я хочу. Ну да, на данный момент я свободная и счастливая. Но я сделаю все, чтобы стать привлекательной и выйти замуж за мужчину своей мечты. Ну да, сейчас у меня там не очень подходящая работа. Или я без работы. Или у меня не очень подходящая зарплата. Но я сделаю все, чтобы ситуация поменялась так, как мне это нужно. Ну то есть понимаете, да, признавая какие-то свои недостатки, вот когда мы соглашаемся, мы уже 50% проблемы снимаем. Уменьшаем сам этот недостаток. Пятый пункт. Попробуйте определить, какие чувства стоят за внутренним критиком. Какие чувства стоят за этим персонажем. От чего он хочет уберечь? От чего он хочет защитить, оградить? Какие чувства он боится, чтобы мы испытывали? Какие чувства он боится? Он боится страха, он боится гнева, он боится стыда, он боится чувства вины, он боится агрессии, упреков, претензий. Он дико боится боли. Ведь сами вспомните, представьте себе, когда у вас душевная боль, какое-то неприятное, щемящее, давящее чувство. Никто не хочет его испытывать, правильно? И внутренний критик нас пытается оградить. Он нам набрасывает какие-то стереотипы, установки, чтобы мы не испытывали вот этого вот негативного ощущения, чтобы у нас не было ощущения, что вот сейчас я это сделаю, у меня будет такая боль, как я буду с ней справляться? Как я с этим справлюсь? Я не знаю, как с этим справляться. И поэтому внутренний критик как бы нас предохраняет от вот этого вот негативного душевного состояния. Пятый пункт. Шестой пункт. Приучите себя регулярно говорить себе. Да, я не идеальна. Да, я не совершенство. Да, я не лучше всех. Но именно так я и буду делать, потому что при этом я сохраняю верность себе. То есть, если вы делаете какое-то действие, и ваш внутренний критик вас гнобит, вы себе говорите, мой критик дико боится физической боли. Мой тоже. Вот это единственный момент, с которым я не знаю, как быть. Физическая боль, это для меня смертоносно. Я могу просто, ну не знаю, еще пятерых детей родить, лишь бы не ходить к стоматологу. Тут внутренний критик не помогает даже. Так, следующий момент. Да, мы себе говорим, соглашаемся со своими неидеальностями. Да, я не идеален. Ну, я буду продолжать так делать, сохраняя верность себе. Опять же, признавая, признавая в себе свою данность, свою самость. И последний момент. Развиваем в себе способность, как дитя, способность внутреннего ребенка радоваться. Способность, а я боюсь гинеколога. Ну, еще бы, кто их не боится? Да, с врачами это тема, как можно их не бояться? Не знаю. К ним придешь, и обязательно расстроенно уйдешь. Я не люблю врачей, поэтому я всегда лечу голову, а к врачам практически не хожу. Да, работаю всегда с соматикой, с причиной, убираю причину, и уходит следствие. Даже когда появляется там какая-то невралгия, которая у меня бывает, да, я убираю тут же причину, и следствие у меня проходит само собой. При любом раскладе развиваем в себе способность радоваться, как ребенок, как дитя. Не говорим, ой, как все плохо получилось, помните, как эта пиявка в лунтике, ой, как все плохо, плохо, помните ее. Развиваем в себе способность радоваться, говорим, ой, как интересно получилось, вот это здорово, так у меня не было еще ни разу, вот это да, вот это круто. Развиваем вот эту способность в себе, и каждый раз, когда мы думаем, опять облом, опять не... мы себе говорим, вау, как интересно получилось, вот это да, так я еще ни разу не делал, так я еще ни разу не думал, так со мной ни разу не было. То есть не ругаем себя, не гнобим, не отчаиваемся, не говорим, ужас, я в шоке, говорим, круто, я в джипе, от этой ситуации. Или, а, я на Мальдивах, от этой ситуации. Самый главный аспект, когда появляется внутренний голос, который вас критикует, ищите момент, за который вы можете себя похвалить, да, как слоник из 38 попугаев, да, ищите момент, за который вы можете себя похвалить, поблагодарить, одобрить, принять, зауважать, простить, таких моментов миллион. Мы ежедневно делаем множество действий, которые заслуживают уважения, которые другой человек, например, не сделал бы. Вот есть мамы, которые с детьми ещё умудряются вести свой блог, ещё делать свой бизнес, ещё уделять внимание мужу, ещё ухаживать за собой, быть при этом красивой, а мы это не замечаем, это проходит, знаете, ну, и чё? Ну, а вот другая ещё лучше, опять, да, внутренний критик. То есть мы ищем эти моменты и себя хвалим, какая я молодец, я сегодня приготовила два блюда. Какая я молодец, я сегодня ничего не приготовила, но зато успела прогуляться возле набережной. Или какая я молодец, купила сегодня себе не три платья, а два. Или какая я молодец, удержалась от покупки. И каждый раз мы себя хвалим, мы ищем по любому поводу. Какая я молодец, я помыла посуду. Какая я молодец, я радостно встретила мужа, хотя у меня в голове там просто капец, что творится, да. Когда мы себя благодарим, мы себе что делаем? Благо дарим. Кому? Себе благо дарим. И себя регулярно благодарим, 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 благодарим. И это благо дарение духовное перерастает в материальные блага. В каждой ситуации приучите себя искать плюсы. В начале плюсы, в начале что хорошо. Так, что в этой ситуации принесет мне успех? Какой бонус в этой ситуации? Какой плюс? В чем в этой ситуации я смогу порадоваться? А в чем в этой ситуации я смогу получить пользу? Может быть здесь выгода какая-то, а может мне просто интересно? И все время себе накидывайте варианты, какой позитив вам принесла эта ситуация. Не как это произошло мне во вред. Что же теперь будет? Не страхами, а плюсами. Не в негатив, а в позитив. Какой плюс даст мне эта ситуация? Внутренний критик просто взорвется, взорвется от того, что вы во всем будете видеть добро. Вот эти вот моменты подытожим, да? То есть мы научимся с ним договариваться, мы учимся ему говорить стоп, мы учимся говорить себе зато я и перечисляем свои позитивные качества. Мы учимся себя благодарить, принимать. И самое главное в каждой ситуации искать много-много-много плюсов. В таком случае внутренний критик будет растерян, потерян, обнулен, и он не будет понимать, и что, и что, мне теперь здесь нет места, и он вас покинет. Конечно, иногда здравый смысл имеет место быть, иногда это нужно. Например, когда мы переходим дорогу, наш внутренний голос говорит, слушай, на красный свет надо стоять, а на зеленый идти. Но если стопов внутренних у нас нет, то мы идем на красный свет, и что? Это не очень хорошо, плохо может быть. Поэтому очень полезная тема, я вам очень благодарна, спасибо, дорогие. Если есть вопросы, пишите. Я хочу, чтобы вы научились, я попробую написать пост на эту тему, подытожить, да? Эфир я сохраню. Я хочу, чтобы вы научились слушать своего внутреннего критика и уметь с ним договариваться. До конца лета мои консультации я сделала с 50% скидкой всего 2000 рублей консультация онлайн час. Если вам не помогают, салют у нас на улице, если вам не помогают шампанские подружки, обратитесь к профессионалу ко мне. Я думаю, мы вместе разгребем. Вы не представляете, какой красивый у нас салют. Аплодисменты нашему внутреннему критику. Девочки, если нет вопросов, я завершаю эфир. Спасибо всем, кто присутствовал. Спасибо огромное за ваши сердечки, я вижу. Спасибо за ваши интересные вопросы. Спасибо за то, что уделили мне время. Я вообще вам благодарна за то, что мой блог растет и много новых людей и подписчиков, и я имею возможность самореализации. Для меня это очень большое благо, для меня и для моей души. Я счастлива вам служить. И если хоть одному человеку, благодаря моим словам, станет лучше, легче, приятнее, веселее, я считаю, что эту жизнь я живу не зря. Немного пофигизма просто необходимо. Да, дорогая, абсолютно точно. До новых встреч в прямых эфирах. Записывайтесь ко мне на консультации. И помните, солнце у нас в крови, и я научу вас его зажигать. Всё, до новых встреч, друзья дорогие. Люблю вас, обнимаю. Задавайте свои вопросы мне в директ. И хорошего вам вечера.